Но в Иваново сегодня прощаются с убитой двухлетней девочкой Яной. Жительница города похитила внебрачного ребенка своего мужа из ревности. И после этого малышку нашли погибшей на лодочной станции. Лайфу удалось поговорить с мужем подозреваемой. Он рассказал, что посмотрел видео с камер наблюдения и даже не узнал на этих кадрах жену. Я посмотрел на камеру, она мне, вот эта жена, никогда вот это, пимоно, одежду она не одевала, никогда вот так. Я всегда, я свою одежду, я вместе пошел, это купили, это телен, вот такой одежи. Вот я как-то приехал, я камеру посмотрел, я даже сейчас сколько раз я посмотрю, сижу это, как-то соображаю, я посмотрю. Все равно это, она все голая, волосы открыты. Да, я вот это, я честно, пока не знаю, такой одежды не было никогда дома даже. Сейчас в дом у девочки неравнодушные люди несут святые игрушки. Родственники убитой не понимают, как можно было вообще пойти на такое жестокое преступление. Вы знаете, ее Бог простит. Если он простит, он пусть простит. Я не могу так сказать, это не женщина. Это, вот я не могу все для этого человека, мальчика. Поверьте мне, мать двоих детей 25 лет. Подумали, она подумала, что она сделала. А если бы, вот, например, мы, вот я бы это сделала, каково ее было состояние? Да какая бы ты дура даже не была вообще, вот, ну, конченая. Ребенок здесь ни при чем. Разберись ли со своим мужем. Разберись. За что мой ребенок этот пострадал? Плохо, два года ей. За что? Если бы эту девочку видели. Жители дома, где жила погибшая девочка, говорят, что видели предполагаемую убийцу задолго до трагедии. Она, возможно, следила за малышкой и ее мамой почти три недели. Сейчас подозреваемые 25-летней местной жительницы уже предъявили обвинение. По версии следствия, женщина из ревности похитила внебрачную дочь своего мужа и расправилась с ней, чтобы отомстить. При этом сама она мать двоих детей.